В связи с началом работ в Объединенных Арабских Эмиратах количество сотрудников, в основном это технические специалисты, закрытого акционерного общества, струнные технологии, превысило 800 человек. И все большее значение приобретает работа проектного управления нашей организации. Вот сегодня мы и хотим познакомить вас с ключевыми сотрудниками и тем, чем они занимаются. Управление проектных работ закрытого акционерного общества, струнные технологии, это часть команды, объединенная амбициозными целями, которые ставит перед сотнями специалистов высочайшая квалификация Анатолий Юницкий, создатель Skyway, генеральный конструктор компании. На сегодняшний день, сертифицированное на проектирование объектов второй и четвертой категории, это подразделение успешно решает инженерные задачи по проектированию элементов инновационных транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway. В состав управления входит бюро главных инженеров проектов, два конструкторских бюро железобетонных и металлоконструкций и ряда отделов архитектурного, инженерных коммуникаций, генерального плана, смет и выпуска проектно-сметной документации. Всего порядка 70 высококвалифицированных специалистов, и это только начальный этап формирования большой проектной структуры мирового уровня, где будет работать не одна тысяча инженеров и архитекторов, гидро которой будет находиться здесь, в Республике Беларусь, а филиалы расположены по всему миру. Это далеко идущие планы для проектирования инновационного транспортного комплекса Skyway в любой точке Земли, создания индивидуальных и типовых проектных решений. Работа уже ведется на мировом уровне с использованием самого современного программного обеспечения. Сотрудники обладают опытом выполнения проектов в соответствии с нормативными базами Евросоюза и Великобритании, участвуют в создании объектов на территориях Республики Беларусь и Объединенных Арабских Эмиратов. Учитывая сложность и многоплановость, осуществляемой коллективом деятельности, принципиальное значение получает организация процессов, взаимодействие и качество документации, выпускаемой каждым из участков проектного производства. Все начинается со сбора информации и отдела генерального плана. Здесь же на следующих этапах осуществляется предпроектная проработка и готовится детальный дизайн. На первом этапе проектирования наш отдел занимается сбором исходных данных для будущего проектирования. В Civil 3D мы обрабатываем исходные данные, строим цифровые модели рельефа, считаем объемы земляных работ, а также материалов, конструктивных слоев дорожной одежды. После того, как дизайн объектов, которые предстоит построить, готов, необходимо произвести расчеты и сделать так, чтобы родившиеся в воображении конструкции выполняли все необходимые функции, могли нести необходимую нагрузку и были бы рационально взаимосвязаны в рамках системы. Для этого из отдела генерального плана техническая документация передается в архитектурный отдел, и работа над проектом продолжается. SkyWay предлагает комплексный подход к решению инфраструктурных задач. Транспортные комплексы должны гармонично вписываться в естественный ландшафт и выступать в качестве основы создания комфортной и безопасной среды проживания людей. Хорошим примером такой разносторонней проработки может служить инновационный центр SkyWay в Эмирате Шарджа, где помимо объектов транспортной инфраструктуры возводится множество уникальных сопутствующих объектов, демонстрирующих технический и экологический потенциал, заложенный в основу SkyWay. Специалисты у нас работают в информационных моделях, то есть мы ушли от старых методов проектирования в 2D, у нас сейчас все только в 3D, в программах Revit и в других комплексах, которые соответствуют мировым тенденциям. Сейчас уже ведется строительство, о чем вы тоже знаете. Проект был достаточно сложный, но в то же самое время и достаточно интересный. На нем расположились 4 тестовых участка по разным конструкциям путевой структуры и транспорта, запроектированы анкерные опоры, депо для обслуживания транспорта, а также была создана концепция зданий по обслуживанию и для университета SkyWay, который в будущем будет на этой же площадке присутствовать. Среди разработок – Экодом, воплощающий ряд оригинальных природоохранных технологий. Помимо демонстрации новой концепции организации жилого пространства, он будет использоваться в качестве штаба проектов Шарже, приема делегаций и так далее. Дом с внутренним садом. Вот можно даже посмотреть. Полностью цифровая модель построена со всеми растениями. Выполнены рабочие чертежи на этот дом. И сейчас ведется его активное строительство. Архитектурный проект готов. Его необходимо детализировать, скрупулезно рассчитать каждый элемент конструкции, оптимизировать их как с точки зрения функциональности и технологичности, так и с точки зрения стоимости строительства, подвести необходимые коммуникации, чтобы включить проектируемый объект в жизнь того города и региона, где ему суждено появиться. Все это осуществляется силами сразу нескольких конструкторских бюро и служб. Их задача – передать строителям готовые чертежи и проконтролировать соответствие выполняемых работ документацией. Сейчас мы активно работаем над проектированием в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках реализации проекта Skyway Innovation Center. Все выполняется в единой системе, и все смежные подразделения работают также в единой цифровой макете. Так работают, ну не знаю, наверное, во всем мире передовые проектные институты. Поэтому мы в данном случае, ну я бы сказала, что работаем пока на одном уровне. Но я думаю, что мы скоро будем работать как одна из передовых проектных организаций мирового уровня. У нас все комплексы лицензионные. Одни из них – это Advanced Steel, Revit. И мы активно организуем BIM-технологии, и работаем со всеми отделами. Мой отдел разрабатывал конструкции для экотехнопарка, для наших производственных зданий в Беларуси. Также мы активно работаем над конструкциями SWIG-систем, которые находятся в Арабских Эмиратах. Разработку проектной документации мы выполняем в двух программных комплексах. Это Civil 3D, который позволяет решить задачи, связанные с вертикальной планировкой, с разработкой котлованов и подсчетами объемов работы. А также Navisworks Manager, в котором мы производим сборку общей информационной модели по отдельному объекту. Наш отдел занимается разработкой смет на разные виды работы и определением сметной стоимости строительства в целом по объектам. На всех стадиях проектирования, от предпроектной проработки до строительного проекта. Проектирование и строительство ведется как в Республике Беларусь, по нормативным документам нашей страны, так и за ее пределами по местным нормам. В отделы инженерных коммуникаций входят специалисты по разработке внутренних и наружных сетей, водопроводок, канализации и пожаротушения. На сегодняшний день мы занимаемся проектированием различных объектов по функциональному назначению от жилых до производственных зданий, как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Наши объекты интересны и нестандартны, находятся в различных климатических условиях, что требует принятия нестандартных решений. В своей работе мы тесно взаимодействуем со смежными специалистами в области биологии и химии. Активное применение на практике иностранной нормативной базы, учитывая знания отечественных норм, дает возможность оценить правильность принятого решения с разных сторон. Прежде чем готовая техническая документация будет передана в другие подразделения компании струнные технологии и подрядчикам, непосредственно отвечающим за строительство транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay, она должна пройти необходимые согласования и проверки. За это отвечает главный инженер проекта, ключевая фигура. Это специалист, несущий ответственность за конкретный проект, который он разрабатывает, проверяя его соответствие всем техническим нормативным правовым актам и Еврокодам, а также согласовывает проекты его составляющие с надлежащими инстанциями. Занимается управлением проектированием, осуществляет надзор за строительством, проверки, технические экспертизы, защищает проект на всех соответствующих уровнях, то есть несет полную ответственность за работу над проектом. Значит, строительство, в первую очередь, пройдены все согласования, непосредственно в Арабских Эмиратах. Идет проектирование на данный момент второй и третьей очереди. Проектирование этого объекта ведется в два этапа. Первый этап – это создание проекта на территории Республики Беларусь. Мы проектируем наш комплекс в большей части по Еврокодам. В Арабских Эмиратах вся строительная отрасль построена таким образом, что они ориентируются на британские стандарты и американские. Этим занимаются две проектных организации в Арабских Эмиратах, с которыми у нас есть соглашение, которые проводят адаптацию наших проектных решений, уже и доводят до требований к местным стандартам. Они также проводят согласование нашей проектной документации в местных органах. Ведется уже на семи сооружениях, в первую очередь. Это первый тестовый участок, наш пилотный проект. Это гостевой дом, это объекты инфраструктуры, контрольно-пропускной пункт. После того, как все необходимые процедуры пройдены, созданные на бумаге и в программной среде проектные решения начинают воплощаться в жизнь. Проделана огромная работа, и ее плоды необходимо систематизировать и сохранить. В дальнейшем документы будут использоваться при работе над другими проектами. В них годами накапливавшийся в коллективе юнитского опыт, наряду с отлаженностью процесса взаимодействия в команде, составляющие одну из основных ценностей любой инжиниринговой компании. У нас созданы свои собственные стандарты предприятия, которые отвечают системе менеджмента качества. ИСО-9001 также отвечает нашим нормативным правовым актам, то есть всем нашим тендплат, действующим на территории республики. В нашей компании существует свой собственный архив, в котором хранится вся техническая документация управления проектированием и также всех подразделений транспортного комплекса. Наша документация представлена как на бумажных носителях, так и в электронном виде на базе платформы 3D Experience. В бумажном виде документы наши хранятся в специализированном помещении, где созданы специальные условия, то есть температура и влажность. Я надеюсь, благодаря сегодняшней экскурсии узнают, что есть проектное управление, которое сейчас владеет очень замечательными, серьезными программами. Уникальными. Уникальными, да. Может решать вопросы на довольно высоком уровне. Ректировщики должны быть в 2-3 раза выше, уровень должен быть выше, чем при обычном жилищном или промышленном строительстве, к чему мы движемся. В нашем управлении работает много специалистов, приезжающих с Украины, с Казахстана, с России. Нормы, которые приняты в Беларуси, они более прогрессивны, я бы сказала, или раньше начали внедряться и увязаны с евронормами. Это нам сейчас очень помогло в проектировании в Арабских Эмиратах. Спасибо большое, Марина Мигалевна. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект. И если вы чувствуете себя специалистом достаточно высоким, чтобы стать частью нашей команды, мы ждем вас. Вы придете к нам, и вы станете специалистом высочайшего уровня. Строй Skyway! Спасай планеты! Редактор субтитров А.Семкин